Всем привет, дорогие друзья! Я нахожусь на железнодорожном вокзале города Хельсинки в Финляндии. Дорогие друзья, всем привет! Я снова со своим секундомером, со своим публиком, которые со мной постоянно ездят во все путешествия. Ну и, конечно, с повязкой для блайнда. Неважно, где я нахожусь, эти вещи всегда со мной. Но сейчас я расскажу о том, именно где я нахожусь. Мой телефон уже сообщил мне, точнее, не сам телефон, а смс-ка от Билайна пришла о том, что я уже в Финляндии. Как раз вот в данный момент, наверное, мы и пересекаем границу Финляндии и Эстонии. И вот он, этот самый залив, о котором я вам рассказывал. Совсем недавно шел крупный снег, прям такие вот хлопья здоровенные летели. И сейчас уже ничего такого нет. Только такое вот немножечко сероватое, зеленоватое море. Вот и все. Я уже, наверное, раз в сто успел собрать кубик, погулять по этому кораблю, который просто нереально огромных размеров. Я даже не видел до сегодняшнего дня таких кораблей. Вот. Ну и скоро уже окажусь в Финляндии, где начнется, надеюсь, что-нибудь еще более интересное, чем со мной приключилось за последние две недели. Я все еще на кораблике, который везет меня в Финляндию. И тут за окном такой пейзаж. Смотрите. Остров, на котором несколько деревьев и всего лишь один домик. Сзади небольшая пристань, куда, собственно, и прибывают кораблики, приходящие на этот остров. И все, больше здесь ничего нет. Для кого-то это идеальные условия для жизни. Такое место, где никто не может потревожить, да и ты никому не можешь помешать. Хотя, наверное, иногда страшно находиться в такой полнейшей изоляции от внешнего мира. Никакой связи, кроме лодки, особенно в шторм. А здесь льды, разбитые ледоколами для того, чтобы такие кораблики, как наш, могли здесь спокойно и беспрепятственно пройти. А вот уже непосредственно город Хельсинки. Красные симпатичные домики, расположившиеся возле морского порта этого города. Город достаточно большой, насколько я знаю. Моя гостиница, которую я забронировал, находится практически в центре города. Несмотря на это, мне придется ехать автобусом туда. Автобусов, идущих в это место, к счастью, много. И гостиница тоже очень интересная. Она очень необычная. Там весьма необычный интерьер в комнатах. Об этом я еще, надеюсь, успею вам рассказать. Вот. Сама гостиница сделана полностью из дерева. Что для Финляндии, в принципе, нередкое явление. Сейчас такая чайка пролетела. Здоровенная. Вы бы видели. Но я не успел ее заснять, к сожалению. Хотя, может, она и попала в кадр. А вон трамвай едет. Посмотрите, какой интересный трамвай. Похож на тот, что был в Таллине. Похожие трамвайчики. Здесь у него явно кольцо, потому что, как вы видите, он разворачивается. Ну, в принципе, это логично, что морской порт – это конечная трамвая, конечная автобуса. Ну, и вообще любого транспорта, потому что куда тут ехать еще? Тут же море. И один из основных транспортных узлов. Дорогие друзья, на ваших экранах пейзажи города Хельсинки. Вот как выглядит вечерний город Хельсинки – столица Финляндии. Находится совсем недалеко от столицы Эстонии – Таллина. Я как раз из Таллина сюда и приехал сегодня утром на огромном-огромном корабле. Сейчас я нахожусь рядом с крупным торговым центром, на первых двух этажах которого, вы не поверите, располагается автовокзал. Ну, правда, немножечко странный автовокзал. На этом автовокзале огромное количество платформ, но нет места, где можно купить билеты. Вот так вот. Ну, хочу сказать, что это меня немножко удивляет, как и вообще Финляндия в целом для меня пока что удивительная страна. Во-первых, тут нигде ни одной надписи на английском языке нет. Все по-фински. А финский язык очень сильно отличается от всех остальных европейских языков, ну, кроме эстонского. И то есть, допустим, даже элементарно слово «центр» на финском языке непонятно, что это «центр», несмотря на то, что на большинстве языков это называется какими-то более или менее похожими друг на друга словами. Только сейчас вы видели, полицейский автомобиль проехал. И даже слово «полиция» на нем написано совсем вот вообще не так, как на всех остальных языках. Вот такая вот она, Финляндия. Но, тем не менее, это европейский город, хоть и очень необычный. Сегодня здесь какой-то байкер-шоу, по-моему, или какой-то чемпионат, почему-то связанный с мотоциклами, с мотоциклами по какому-то виду спорта. Вот, поэтому я сегодня увидел огромное количество волосатых, небритых и разящих от себя запах алкоголя молодых людей. Просто они здесь в огромном количестве сегодня. Может быть, их здесь всегда много, но я-то сюда только на один денек, можно сказать, приехал. Завтра утром я уже стартую в Санкт-Петербург. Вот. Поэтому вот именно вот такой мне запомнится Финляндия. Огромное количество людей с очень нестандартными прическами, с пирсингом во всех местах, в каких только можно, с крашенными волосами. Ну, в общем, очень много таких неформальных неформалов здесь, в Финляндии. Ну, и не стали исключением те люди, которым я поселился в гостиницу. Это что-то типа хостела. Это называется Eco Hostel Inspiral или что-то типа в этом роде. Когда я туда зашел, я уже почувствовал что-то неладное. Об этом хостеле я вам еще подробно расскажу. И вообще мне хочется верить, что эта ночь сегодняшняя пройдет нормально. Потому что та компания, которая там подобралась, не сулит ничего хорошего. Там страшный запах наркотиков всяких. Ужасно просто. От которого меня аж тошнит. У меня аж голова кругом идет от этого. Хозяин хостела или отеля, я не знаю, что это вообще. Это не хостелом, не отелем назвать нельзя. Это какая-то... слов нет просто. Я вам еще подробнее про все это расскажу. В общем, этот хозяин этого заведения, так называемого, весь татуированный, просто с ног до головы. У него даже на лице, по-моему, татуировки. Вот. Я боюсь к нему обращаться с каким-либо вопросом вообще, потому что... Не знаю, что он в ответ мне может выдать. Ну вот. Но тем не менее, раз уж выбрал такой отель, то нужно эту ночь каким-то образом пережить. Но я думаю, что все будет в порядке и уже завтра я окажусь в России, в городе Санкт-Петербурге. А пока что еще раз полюбуйтесь Финляндией. Вот она какая. Вся в огнях, Финляндия. Сегодня снегопад весь день шел. На улице очень много снега, а я в таких вот легких кедах. Никаких ботинок, естественно, я с собой не взял, поэтому промок весь насквозь. Но это нисколько не портит мне настроение. Мне, как всегда, весело. И я с оптимизмом смотрю в завтрашний день. На ваших экранах не Биг Бен. На ваших экранах здание вокзала, железнодорожного вокзала в Хельсинки. Вот такие вот часики показывают 5 минут 8-го. А я нахожусь в автобусе. Вот в таком вот автобусе, который везет меня... It's ok. ...который везет меня из центра города в то место, где находится моя гостиница. На станцию Суматранти. Вот, еще не знаю толком, где выходить. Поэтому, собственно, вот сижу и во все глаза смотрю на табло, чтобы не пропустить свою остановку. А вот мой ужин. Шоколадка, большая шоколадка с клубникой. Колбаса какая-то. Ну, в общем, все, что нашел сегодня. Это и будет моим сегодняшним ужином и, возможно, еще завтрашним завтраком. Ну, не считая того сока, который я привез из Эстонии. Вот. Ну, это так, лирическое отступление. А пока что вот какая она, Финляндия. Красиво все отражается и блестит сквозь капельки воды, сквозь... Тот снег, который весь день шел, а потом весь вечер таял. Много тут автобусов разных. Слава богу, нашел тот, который мне нужен. Проезд в Финляндии достаточно дорогой. Три евро. Стоит любая поездка на городском транспорте. На любом городском транспорте. Будь то автобус, будь то трамвай вот такой вот. Будь то метро. И при том, тот билетик, который мне дали за три евро, он действителен всего лишь один час. Есть также билетик, который стоит восемь евро. И он действителен в течение суток. Вот, но мне такой билетик не нужен, потому что мне еще остается всего лишь один раз проехать на городском транспорте в Финляндии. Вот этот раз и еще один. Завтра с утра на вокзал. Вот какие кучи снега намело. Все в снегу в Финляндии. Все это тает, превращается в сляготь. Погода не самая лучшая для путешествий. Но, наверное, самая лучшая погода для того, чтобы понять, каково в Финляндии зимой. И какова она настоящая Финляндия. Безо всяких туристических предрассудков и тонкостей. А вот сейчас на ваших экранах была головоломка, похожая на пирамидку. На самом деле это никакая не головоломка, но на пирамидку она похожа. А сейчас просто те витрины магазинов, мимо которых мы проезжаем. Хочется еще с вами в этом видео поделиться теми эмоциями, которые я испытывал, живя в этом отеле примерно 24 часа. Вчера днем я сюда приехал, и сегодня, слава богу, пока живой, здоровый и почти невредимый выселяюсь отсюда. Почему почти невредимый, тоже сейчас расскажу. Немножечко пострадала моя психика. Совсем чуть-чуть. Но давайте начнем сначала. Находится этот отель в городе Хельсинки, что является столицей Финляндии. Я сюда приехал вчера, 1 февраля 2015 года. Сегодня, соответственно, 2 февраля. И вот как выглядит мой гостиничный номер. Начну с того, что я зашел в отель или хостел. Судя по названию, это все-таки хостел, несмотря на то, что я живу в комнате 1. Называется он Eco Hostel Inspiral, или как-то так. Вот, я зашел туда и увидел сразу несколько странностей. Что-то мне сразу показалось вот немножечко не так, как обычно. Во-первых, повсюду висели какие-то странные картины обнаженных девушек. Вот, это уже меня напугало. Во-вторых, девушка, которая была на ресепшене, от нее немножечко пахло марихуаной. Ну, как сказал знаменитый интернет-персонаж, наркоман Павлик, да, в этом отеле мне довелось вот эти 24 часа вдыхать пары Марии Ивановны. Именно так называют марихуану в народе. Со слов наркомана Павлика. Вот. Ну, у меня от этого запаха аж голова кружилась. Но это ладно. Это мелочь по сравнению со всем остальным. А второй человек на ресепшене был, ой, господи, с ног до головы татуированный весь абсолютно. На нем живого места не было. От него тоже пахло наркотиками и еще много чем. Ну, в общем, мне даже страшно это вспоминать, потому что то, о чем я вчера думал, да, уже начал мириться с мыслями о смерти. Ну, и сейчас расскажу, как я до этих мыслей дошел. В общем, когда я попал к себе в комнату, я увидел всякие странные элементы какого-то фетиша, я не знаю, какого-то сектанства, языческих богов каких-то. Я не знаю, вот что это, например. Вот из этой вазочки такой подвешенной пахнет какими-то ароматическими маслами. Я не знаю, вот, они создают какую-то непонятную ауру. Например, вот эта картина. Ну, это самая такая картина из всех, которые я могу показать, потому что остальные, по идее, должны быть вообще закрыты цензурой. Но что эта картина означает, я и понятия не имею. Вот еще одна какая-то вазочка, меня пугающая. Вот, то есть, и таких вазочек здесь еще несколько. Например, вот еще одна. Вообще, сама комната выглядит очень странно. Вместо обоев здесь какие-то ткани непонятные. Ну, и вот эта ткань вообще меня очень сильно напугала. Я вот целиком не буду показывать. Ну, наверное, вы уже поняли, что там с женщиной, насколько тепло она одета. Вот. Вот такие вот какие-то непонятные цветы. Камень какой-то лежит. Тоже явно не просто так он здесь. Какая-то ящерица. Какая-то непонятная статуэтка. Вот это вообще не пойми что. Вот что это такое. Вот. Ну, это ладно. Я начал с того, что здесь есть. Теперь расскажу о том, чего здесь нет. Кстати, про камин, по-моему, забыл сказать. Здесь есть камин. Ладно. Продолжаю рассказ. Вы уж извините, что это видео получается не таким, как все остальные мои видео. Оно не переполнено позитивом, да, скажем так. В нем немножечко другое настроение царит. Но я просто хочу с вами поделиться вот своими впечатлениями, всей яркостью своих впечатлений, что я здесь испытал, вот живя здесь одну ночь. О чем я думал и все остальное. И почему я об этом думал. Ладно. Начнем с входной двери. Хочу сказать пару слов про входную дверь. Внимание. Ее нет. Вот как она выглядит. Вместо входной двери здесь какая-то шторка. И вот я вам сказал про небольшую психологическую травму. Именно с этой шторкой связана у меня психологическая травма. Совсем недавно зашел вот тот самый татуированный с ног до головы человек. Бородатый очень сильно. Постучался в камин. И сказал такую фразу. Я пошел в сауну. Но ты, если хочешь, можешь принять душ. Он чуть-чуть приоткрыл шторку. И вот самое интересное, что тут такого, да, казалось бы. Но он был абсолютно раздетый. Вот. Я уже, честно говоря, счастлив, что я наконец-то отсюда уезжаю. Я понимаю, что больше мне всего этого видеть не придется. К счастью. Ладно. Поехали дальше. Здесь нет не только входной двери. Здесь нет еще и вешалок. Ну, правильно. По финской логике. Зачем в комнате вешалки, если есть камин? Логично же. Конечно, логично. Поэтому я положил свою куртку на самое, на мой взгляд, не фетишистское место. На ящик с какими-то книгами. В общем, потому что, ну, я не нашел больше, куда положить. Кстати, в комнате был мусор. Когда меня сюда заселили, здесь вот какой-то мусор валялся. То есть для хозяев, видимо, это нормально. Столом в этой комнате для меня был вот этот ящик. Именно сюда я ставил компьютер. Вот. Вот так вот выглядит кровать. Сейчас, кстати, компьютер на кровати. Здесь четыре подушки разложенные по фэншую. Вот. Я, если честно, боялся на этом спать. Вообще практически всю ночь глаз не сомкнул. Вот. Вот так вот. Но такое иногда бывает, друзья. Я просто это видео снимаю не для того, чтобы вас чем-то напугать. Или рассказать, насколько странна моя жизнь. Просто дело в том, что, наверное, вас, в вашей будущей жизни, потому что я понимаю, что большинство моих подписчиков, это все-таки дети. Обращаюсь к вам, друзья. У вас впереди будет интересная жизнь, в которой наверняка будет еще больше путешествий, чем у меня. Хотя сложно вообразить, что может быть еще больше. Но, по крайней мере, я вам этого желаю, потому что это интересно. Это действительно интересно. Мне приходится очень много бронировать всяких разных гостиниц. И, ну, я хочу предостеречь вас, чтобы вы были тоже аккуратнее в выборе отеля, потому что может произойти вот такое. Когда вы вместо отеля попали в какое-то весьма-весьма атмосферное место, в котором попахивает какими-то языческими ритуалами, сектами, жертвоприношениями и наркотиками. Что, на мой взгляд, наркотики самое безобидное из того, что я сейчас произнес. В потолке, который сделан из дерева, периодически торчат гвозди вот такие. И я в какой-то момент понял, что если меня принесут в жертву какому-то языческому божеству, ну, я сейчас уже, конечно, преувеличиваю, утрирую немножко, то, наверное, это будет сделано с помощью вот этих гвоздей. Комната находится в каком-то полуподвальном помещении. Вот. Ну, в общем, всё достаточно весьма и весьма забавно. Я вчера долго пытался найти розетки. Естественно, я побоялся спросить на ресепшене, есть ли розетки в этой комнате, потому что я боялся, что меня тогда сразу принесут в жертву. Я решил поискать их сам, и после долгих поисков... Вот, кстати, ещё два гвоздя. Вот один, и вот второй. Торчат вот так вот. После долгих поисков розеток я их всё-таки нашёл. Угадайте, где? Я их нашёл на потолке. Вот они. Две розетки на потолке. Ну, где угодно я их мог ожидать увидеть, да, но не здесь. Здесь ещё какая-то дверь. Я всю ночь боялся, что она откроется, и на меня выпрыгнет какое-нибудь чудовище оттуда. Ночью происходили метаморфозы вот с этой вот шторкой, которая... Вроде как шторка, а вроде как дверь. Она почему-то тряслась, шаталась всю ночь. Ну, в общем, ночь у меня была весёлая. В общем, здесь всё очень по-своему, очень стильно, очень необычно. И если вы хотите... Как вам сказать... Окунуться в эту атмосферу, да, то приезжайте в Эко-Хостел Инспириал. А если вы хотите просто нормально, по-человечески провести ночь, то я не советую вам сюда ехать. Ещё я хотел вам показать ванну. Но так как только что зашёл вот этот голый абсолютно человек с татуировками и бородой, и сказал мне, что он пошёл в сауну, а я могу принимать душ, я уже боюсь туда заходить, но хочу сказать, что там тоже всё весьма интересно. Во-первых, душ. Он напоминает какое-то орудие пыток. Если мне всё-таки удастся туда пробраться, то я это засниму и покажу вам, как выглядит там душ. Во-вторых, там по раковине бегают мои друзья-муравьи. Я уже успел с ними подружиться, так что с ними всё нормально. В-третьих, ну вообще ванна, она не должна выглядеть в гостиницах вот таким образом. К тому же, мне сказали, что горячая вода здесь бывает только по праздникам. Ну вот, друзья. Иногда, иногда такое случается. Со мной такое, ну первый раз в жизни однозначно. Опять, я вот случайно показал вам эту картину, я не хотел этого делать, дабы не травмировать вашу психику. Ну, это одна из самых безобиднейших картин, которые здесь есть, чтобы вы понимали. Вот. Слава богу, всё закончилось хорошо. Мне остаётся отсюда только уехать. Вещи у меня уже собраны. Я всегда на готове. И, в общем, очень скоро уже поеду в Россию, из Финляндии в город Санкт-Петербург. О Финляндии у меня, безусловно, останутся самые яркие впечатления. Только самые яркие. И при том положительные впечатления, а не отрицательные, как может показаться, исходя из того, что я говорю в этом видео. Действительно, слава богу, что всё хорошо закончилось. Слава богу, что я... Ну, хотя ещё не закончилось. Ну, ладно, будем считать, что закончилось. Слава богу, что я побывал в этом месте, что я теперь знаю, что такое бывает, и что такое может случиться. Теперь я, естественно, тщательнее буду выбирать гостиницы, в которых останавливаюсь. Но всё равно хочу поблагодарить это место за то, что оно как-то дало мне возможность посмотреть на жизнь совершенно по-новому, совершенно другими глазами. Узнать, что такое вообще бывает. Хотя, может быть, для финнов это норма. Стоит отметить и положительные моменты. Здесь есть сауна. Но, правда, нет горячей воды. Дорогие друзья, удивительная всё-таки страна – это Финляндия. Вот как выглядит автовокзал. Вот тот самый восьмой путь, на который прибывает поезд Санкт-Петербург. Вот посмотрите, как слово Санкт-Петербург выглядит на английском языке, и теперь буквально через несколько секунд вот, на финском. И так всё абсолютно нигде, ничего. Похожего на остальные языки Европы не найдёшь. Если в Швейцарии меня бабушки удивляли тем, что они играют в карты, то здесь бабушки удивляют меня тем, что они играют в игровые автоматы. Вот такие вот явления здесь происходят. Удивила, конечно, гостиница. Безумно удивила. Удивил сам город. Тем, что, несмотря на снегопад, я так и не увидел ни одной снегоуборочной машины. И в какой-то степени это, наверное, свой шарм, потому что Финляндия известна как страна снегов. Так пусть он здесь и будет. Да, но, конечно, не в мае обуви ходить по такому снегу, да и вообще по такой погоде. И это касается не только Финляндии. Мне, конечно, с этим что-то надо придумывать, но не любитель я носить ботинки. А вот что в Финляндии делается для слепых людей. Вот такая линия, ведущая их куда надо. И здесь цифра 9, для того, чтобы они понимали, что это 9-й путь на автовокзале. А вот 8-й путь. Все на том же автовокзале. И с этого пути я скоро уеду в Санкт-Петербург. Я нахожусь в автобусе, который везет меня из города в Хельсинки в Россию, в Санкт-Петербург. Пока что только началось это путешествие. Длинное путешествие, оно займет примерно 6 или 7 часов. Только тронулись с вокзала, с автовокзала. Едем по территории города Хельсинки. Снег, как и вчера. Погода для путешествий не самая подходящая, но прекрасно характеризующая Финляндию. Автобус великолепный. Встроенный в сидение компьютер, в котором есть интернет, да и вообще все, что нужно. Время показано московское. В Финляндии сейчас 14.06, на час меньше. В автобусе всего лишь 5 человек. То есть он абсолютно пустой. Там сзади абсолютно никого нет, как вы видите. Все пассажиры, все пятеро разместились здесь спереди. Везу сувениры для друзей. Везу с собой хорошее настроение. Теперь уже в Санкт-Петербург, в котором пробуду целую неделю. В Санкт-Петербурге дел накопилось много. К счастью, потому что я давно хотел попасть в этот город. А вот то самое колесо обозрения, которое находится рядом с морским портом города Хельсинки, в который я прибыл вчера на пароходике из Сталина. Финские пейзажи. И с одной, и с другой стороны. Трамвайные пути. В общем, полноценная жизнь полноценного города, который оставил в моем сердце неизгладимое впечатление во многом благодаря гостинице, в которую меня занесла судьба. Несмотря на все то, что я пережил в этой гостинице, воспоминания останутся самыми лучшими. Потому что такое, наверное, случается раз в жизни. Не чаще. К сожалению, немного успел мы снимать в Финляндии. Вот поэтому, пользуясь случаем, и снимаю свои последние мгновения в городе Хельсинки. Пусть и через окно автобуса. Благо оно не как в самолете, и через него все хорошо видно. Впереди многоэтажные постройки, мимо которых мы еще обязательно проедем. Знак пешеходный переход очень напоминает российский. В других европейских странах он выглядит совершенно по-другому, если вы обращали внимание на это. Люблю обращать внимание на подобные мелочи, сам не знаю почему. Возможно, из таких мелочей и строится понимание этого мира. Хотя сложно сказать, правда ли это, или лишь мои домыслы. Красивые камни, на которых располагаются дома, жилые постройки. В центре города в основном все построено из кирпича или бетона. На окраинах же много деревянных домов, в каждом из которых, наверное, есть классическая финская сауна. А вот первая снегоуборочная машина, которую я здесь увидел за эти сутки. А вот куча снега, которую, наверное, эта снегоуборочная машина сюда и намела. Очередной дорожный знак, на котором написано то, чего я, наверное, никогда в жизни не пойму и не прочитаю даже. Длинные, типичные для финского языка слова, совершенно непохожие на латынь, на латинские корни. Романтика по-фински. Мальчик с хоккейной клюшкой на ваших экранах. Далеко не первый мальчик с хоккейной клюшкой, которого я видел в Финляндии за эти дни. Хоккей здесь популярен. Как, собственно, и в большей части России. Просто я живу в таком городе, в котором в хоккей играть негде и некогда. Потому что почти нет зимы. Красивый проспект. Очень красивый. Автобус у нас большой, комфортный. Будет смешно, если мы так и будем ехать в Петером до самого Санкт-Петербурга. Хотя, я думаю, что по пути будем делать еще какие-то остановки. Кто-нибудь еще к нам обязательно подсядет. Мое немного затянувшееся путешествие. По Европе приближается к своему завершению. Получилось так, что я с ним наснимал ровно 32 гигабайта видео. Ну, с учетом того, что одна минута видео на моей видеокамере занимает примерно 100 мегабайт, можно посчитать, сколько часов видеоматериалов я отснял. Надеюсь, что из этого всего потом получится что-нибудь хорошее. То, что вы обязательно оцените. А пока что, до новых встреч на моем канале. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры создавал DimaTorzok